У вас есть отеки под глазами? Вы хотите от них избавиться? Ну, я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Более 25 лет занимаюсь лечением различных заболеваний. Я знаю, почему появляются у вас отеки под глазами. Они появляются по одной простой причине. У вас просто слабые почки. Они не могут полноценно проводить очищение крови. И токсины остаются в вашем организме. Токсины, большинство из них, гидрофильные. То есть, они держат около себя воду. И отекает санитая ткань. Под глазами просто достаточно рыхлая санитая ткань. Она легко пропитывается влагой. И показывает, что почки как раз не работают. Лечить местно можно, конечно. Ну, наверное, если у вас горит костер или загорелась квартира. Вы просто закрыли глаза и считаете, что пожар закончился на этом. Но это неправильно. Поэтому я предлагаю начать совершенно с другой системы. То есть, полечить все-таки почки. Потому что почечные отеки, или верхние отеки, или утренние отеки. Это все синонимы. С какого уровня вы можете начать лечение почек? Ну, оптимально, если у вас эпизодически появляются отеки. То есть, вы выпили много жидкости на вечер. Или много съели соленого. Жидкость не может удалить почки. Вот такой неожиданный такой сюрприз. Почки не способны вывести, а текла с синтеткой появились с утра отеки. Завтра вы этого не делаете, отеков нет. Все прекрасно. Вы могли переесть много соленого. Съели порцию селедки. Или еще что-нибудь такое съели. По соленее такое. Тоже будут отеки. Если это все эпизоды, не вопрос. Следующая стадия, которая показывает слабость почек. Это в почках, в лоханках почек появляется солевой диатез. Вот это ураты, оксалаты, фосфаты, карбонаты. Несущественно. Любой вид солей, который накапливается в почках, показывает о том, что почки работают неполноценно. Почки слишком слабенькие. Со временем эти соли могут либо периодически выходить, у вас обостряется цистит, у вас обостряется простатит. Если соли более устойчивые, они накапливаются в почках, начинают расти, превращаются в камни. А следом идет пилонефрит и мочекаменная болезнь. За ними уже идет почечная недостаточность. Поэтому эти стадии изменения, нарушения работы почек, они более серьезные. Вы, конечно, можете с них начать лечение. Но я советую все-таки начинать с того, что вы утром проснулись и не очень нравится вам ваше лицо в ближайшем зеркале. Поэтому начинайте лечение заблаговременно. Знаете, говорят, предупрежден, значит вооружен. Если начнете лечение вовремя, я вас уверяю, ни отеки у вас не будут появляться, и песочек будет не у вас в почках, и простатит и циститы не будут вас беспокоить. Ну и пилонефрит со своим неизменным спутником, хронической почечной недостаточностью тоже не проявится. Но если у вас любой из вышеперечисленных проблем есть, до какого-то уровня вы уже свои почки довели, с любого уровня есть возврат, даже почечная недостаточность тоже лечится. К сожалению, не излечивается. Но продлить жизнь человеку можно. Если вас такая перспектива не интересует, хотите жить только с небольшим намеком на отеки по глазам, обращайтесь.